День эколога 5 июня – профессиональный праздник всех защитников природы и специалистов по охране окружающей среды, всех общественных деятелей, экологов и активистов. В эту же дату установлено еще одно торжество – Всемирный день окружающей среды, который закреплен ООН. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше людей предпринимать действия для того, чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки. Всемирный день окружающей среды – это событие как для каждого человека, так и для всего мира. Так считает и ветеран труда Алма Иргусаева. Окончив в 1976 году Карагандинский университет, она начала свой трудовой путь на станции защиты растений областного управления сельского хозяйства. Перед заслуженным отдыхом и работала экологическим экспертом в областном управлении экологии. Поделилась запоминающейся историей, связанной с работой. Особенно это касается нашей прекрасной Боровской курортной зоны, когда хотели строить такие объекты, которые не соответствовали совершенно этой деятельности, потому что эта зона, как говорится, особо охраняемая территория природная, нацпарка, поэтому мы не давали согласования. При этом должны были вырубить деревья. И мы, значит, очень долго защищали и не дали согласования. Люди со стороны думают, ну чем эти экологи занимаются, типа столько всего вокруг, все равно видят, значит, негативных. Но я хочу сказать, что мы всегда, значит, эта работа незаметная, мы боремся, не даем, значит, сохраняем окружающую среду и не даем ее уничтожения в любом случае. И это очень ответственная работа, потому что ты смотришь проект или согласовываешь, или не согласовываешь. То есть смотришь со всех сторон закона. Огромный потенциал в решении экологических проблем у современной молодежи считает ветеран труда. В настоящее время немало молодых специалистов трудятся в областном департаменте экологии. Одна из них – Сабина Чешкомбаева. Девушка в 2016 году окончила Карагандинский государственный университет по специальности безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. В настоящее время руководитель отдела в областном департаменте экологии. Немало важных экологических проблем имеются в области, отмечает девушка. Выбор профессии эколога был связан с актуальностью вопросов экологии в нашей стране, в мировом уровне. Защита, охрана окружающей среды сейчас во всех сферах жизнедеятельности выходит на первый план. И учитывая это, возможность оказывать влияние на сохранение нашей природы и ее улучшения являлась причиной выбора данной профессии. Беспокоит на данный момент наличие большое количество асфалок, несанкционированных отходов, производства и потребления. И на данный момент, конечно, эти вопросы решаются на уровне местных исполнительных органов, а также департаментом экологии. В целом, вопросы переработки отходов на данный момент являются основными. На сегодня в областном департаменте экологии трудится 21 сотрудник. Дефицита кадров не наблюдается, так как студенты местных вузов, окончив учебное заведение, сразу же решают работать по профессии. В целом, департаментом с начала года проведено 8 внеплановых проверок. В отношении 90 предприятий был проведен профилактический контроль без посещения субъекта. Кроме этого, два года тому назад в Акмолинской области была утверждена, согласована и подписана дорожная карта по решению экологических проблем региона. В этом году мы данную карту дополнили еще несколькими мероприятиями. На данный момент данная карта составляет около 30 мероприятий. Именно те насущные экологические проблемы, которые у нас сейчас созданы в Акмолинской области. Значит, в данное время у нас идет реализация данной дорожной карты, ее исполнение и контроль за ее исполнением. В рамках Дня эколога проводятся различные мероприятия, экологические акции. Вместе с тем, в преддверии праздничных дат был организован конкурс детского творчества. Лучшие конкурсанты были поощрены благодарственными письмами.